Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. И сегодня мы в гостях у Татьяны Вальд, заместителя начальника городского управления образования Абакана. Здравствуйте, Татьяна Андреевна. Здравствуйте. Сейчас у нас в стране принята программа «Доступная среда». Что она себя включает по линии образования и дает ли она какие-то возможности и преимущества для детей с ограниченными возможностями? Да, ну, наверное, нужно начинать с 2012 года, когда Россия ратифицировала конвенцию о правах инвалидов. Это, ну, ратификация этой конвенции, она дала возможности, и у нас в стране принято много различных документов. Это и указ президента национальной стратегии действий в интересах детей, и федеральный закон об образовании, который как раз подразумевает различные права для получения качественного, доступного образования и детям-инвалидам, и детям с ограниченными возможностями здоровья. Начнем, наверное, с детских садов. Что у нас там делается? Есть ли у нас возможность для особенных детей ходить вот в наши детские сады? В настоящее время вообще в городе Абакане действует дифференцированная достаточная сеть дошкольных учреждений. Это и детские сады компенсирующего, комбинированного вида, и группы различной направленности, и в них получают образование дети, как дети-инвалиды, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. Детей с ограниченными возможностями здоровья 2654 в настоящее время. Ну, это дети, у которых есть нарушения речи, нарушения полно-двигательного аппарата, дети с нарушениями зрения. Есть специальное у нас дошкольное учреждение для таких ребятишек. Но и в общеобразовательных группах, обычных детских садов, у нас воспитываются дети-инвалиды. Вот сейчас у нас в детских садах 6 детей с синдромом Дауна. Если раньше такие дети не посещали дошкольные учреждения, то сейчас это очень хорошо, потому что чем раньше такие дети будут включены в процесс получения образования, а дошкольное образование теперь по закону образования, это первый уровень общего образования, тем, конечно, развитие, социализация этих детей пойдет лучше. Есть дети с тяжелыми формами какими-то пищевой аллергии, например, дети с фенилкетонурией, которые там особое питание нужно, тоже ребенок-инвалид, который получает это питание в детском саду, дети с синдромом Дауна, я уже говорила, дети с ДЦП различных аутистов, то есть много различных, достаточно серьезных заболеваний. С 2012 года мы открыли группы каковременного пребывания для таких детей-инвалидов, которые, ну, особенно сложные, которые не могут посещать детский сад в условиях полного дня. То есть их приводят в детский сад на какое-то время, или даже педагоги ходят домой, и с ними там начинают заниматься первоначально. Вот таких 6 групп у нас перед трех учреждениями дошкольных открыты, и 74 ребенка сейчас в таких группах вот занимаются. Мы ввели дополнительные ставки педагога-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для вот именно занятий с такими ребятишками. И очень сейчас востребована вот эта форма. Ну, давайте заострим свое внимание все-таки на школах. Ведь если есть возможность у многих родителей ребенка не водить в детский сад, да, то в школу пропустить сложно для ребенка. Сколько у нас сейчас школьников с ограниченными возможностями в Абакане? И вообще меняется это как-то число год от года? Да, но, к сожалению, это, наверное, общая тенденция, что количество детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. И как в нашей стране, так и во всем мире. Ну, и понятно, что в Абакане, к сожалению. Но их больше и в школе. Если раньше не все дети-инвалиды получали образование, то вот как раз ратификация конвенции, такое понятие, как необучаемый ребенок, сейчас просто нет. То есть все дети в меру своих возможностей, в своих потребностях, они должны получать образование. Сейчас у нас в школе 3738 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 268 это детей-инвалиды. Они получают образование в различной форме. Также у нас есть и специализированные школы города Абакан. Ну, сохраняют эти тенденции, не закрывают эти школы. Это школы для детей с умственной отсталостью, для детей с упорно-двигательным аппаратом. Но есть и в обычных школах, в обычных классах дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то получает обучение на дому, кто-то получает обучение в школе, в классе. Здесь, конечно, в первую очередь, это не только желание родителей, хотя их желание мы бы учитывали, но это, конечно, медицинские показания. То есть в зависимости от того, рекомендации медика, рекомендации психолога-медико-педагогической комиссии, уже строится индивидуальный процесс для таких детей. А наши школы, они готовы принять таких детей? Вот техническое оснащение, насколько оно у нас? Да. Ну, по закону, конечно, в каждом учреждении должны быть созданы условия, если появляется такой ребенок. Ну, вот и государственная программа «Доступная среда», она предоставила возможность с 2011 года создавать по всей России сеть учреждений, в которых созданы условия. И в 2011 году у нас такая одна школа в городе Абакане появилась, это школа 22. А сейчас, вот, к 2015 году уже шесть таких школ, которые включены в эту программу «Доступная среда», они получили специализированное оборудование, сенсорное, для гимнастики коррекционной, то есть, ну, очень разнообразное оборудование, то есть, в зависимости от того, какие дети посещают данную школу. Вот, например, в 12-й школе там есть бассейн и есть дети с ДЦП. И вот для таких детей они приобрели специальный подъемник, который дает возможность вот таким детям плавать в бассейне, который, вот, например, 24-я школа, они в рамках этой программы получили автобус, который имеет возможность, где есть специальные места, ну, для детей-колясочных, для детей-инвалидов, то есть, автобус можно в рамках вообще и нашей городской сети использовать, и вот каких-то таких детей тоже вместе, то есть, там инклюзивное имя, то есть, часть нет для обычных детей, а часть, там, для детей, для особенных. Ну, и родители детей-инвалидов, они вот все-таки какую форму обучения чаще всего выбирают, на дому или все-таки, чтобы ребенок ходил в школу наравне с другими? Родители прислушиваются к медицинским показаниям. Ну, наверное, общая тенденция, конечно, что родители хотят, чтобы их особый ребенок развивался в среде обычных средств. То есть, в общеобразовательной школе, в обычном классе, потому что ему дальше жить в обычном обществе, и чтобы он не чувствовал себя изолированным от этого общества. Ну, чтобы ребенка определить в класс, как происходит эта процедура? Это должно быть какие-то, может, опрос остальных родителей? Согласны ли они, чтобы этот ребенок был в их классе, да? Либо учителя должны как-то согласиться, не согласиться? Или просто ребенка поставили, и он ходит? Ну, здесь каждый ребенок, и вообще в нашей стране, он имеет равные права. Поэтому, если ребенок, родители записывают ребенка в школу, да, в соответствии с теми правилами, которые существуют, то, согласие у всех родителей, конечно, никто не спрашивает. Вот. Здесь идет вопрос о том, что, конечно, общество должно быть готово принять особенного ребенка. Не всегда, к сожалению, ну, вот, может быть, еще все общество готово, в зависимости от степени заболевания, конечно, этого ребенка, чтобы наравне с обычными детьми в классе вот был такой ребенок. Но здесь уже потом идет, наверное, от мастерства школ, от мастерства педагогов, от того, насколько, ну, проводятся какие-то мероприятия по развитию толерантного отношения к таким детям. И, в общем-то, у нас есть очень удачно, успешный опыт, когда в обычном классе ребенок сложный учится, и дети, наоборот, потом родители говорят, и дети говорят, что они становятся более добрыми, более внимательными друг другу к такому ребенку, то есть всегда готовы как-то помочь ему. Но ребенок инвалид в классе требует каких-то особых знаний от учителя, да? У нас для учителей какие-то проводятся курсы? Вот в рамках, опять же, этой программы «Доступная среда», вот в этих школах в шести, у нас 97 педагогов сегодня уже получили переподготовку специальную, которые готовы именно работать с такими детьми. Но в каждой школе есть у нас психолого-социальная служба, то есть психолог, социальный педагог, где-то учитель многофилит, учитель-педагог, которые тоже, ну, уже по образованию работают с такими детьми. Поэтому если в школе появляется особый ребенок, то понятно, что под него уже и проводится специальная подготовка какая-то. То есть школа старается направить учтелей, получить образование, да, где-то проводить у себя какие-то семинары, потому что сейчас есть возможность дистанционно получать. Сейчас, наверное, одна из главных проблем современного общества – это психологическое принятие вот этих особенных детей. У нас есть социальные ролики по телевизору, показывают, да, мы все их видели. И все же какие-то уроки, какие-то курсы у нас есть для детей? Вот в школах проводятся, чтобы они, ну, воспитать в них толерантное отношение к другим людям. Конечно, ну, воспитание толерантного отношения – это очень важная, наверное, составляющая, потому что мы все с вами живем в обществе, и отношение к друг другу, отношение к таким детям, к таким людям – это очень важно. Во всех воспитательных программах школы такое направление существует. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы, нашли время. Спасибо вам.